МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Министр обороны Франции Сильвей Гулар призвала новое правительство страны продолжить общеевропейские оборонные проекты и усилить сотрудничество с Германией. Министр сказала следующая цитата. Конец цитаты. Сильвей Гулар стала министром обороны на прошлой неделе. На эту должность ее назначил новоизбленный президент Франции Эммануэль Макрон. Она является его близкой соратницей. Гулар – член президентской партии «Вперед, республика». Из 2009 года – депутат Европарламента. Начиная с 1974 года она стала второй женщиной, которая возглавила французская Минобороны. Ранее идею тесной интеграции в Евросоюзе высказал и сам Эммануэль Макрон. В этом его поддержали власти Германии и других европейских стран. Переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза оказались на грани срыва. Прервать их хочет британское правительство. Оно требует, чтобы ЕС смягчил финансовые требования. Если Брюссель и далее будет настаивать на выплате 100 миллиардов евро компенсаций, Лондон выйдет из переговорного процесса. Об этом в интервью британской газете The Sunday Times заявил британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис. Он рассказал, что предстоящие переговоры будут проблемными. Ведь европейские политики отказываются обсуждать торговое соглашение до тех пор, пока Британия не согласится в выплате деньги. Дэвид Дэвис подчеркнул, что Лондон будет стоять на своей позиции до последнего. Поэтому представителям Евросоюза придется изменить свои требования, чтобы добиться прогресса в переговорах. Кроме того, британский министр по вопросам Brexit заявил, что для его страны даже 1 миллиард фунтов стерлингов, а это около миллиарда и сотни миллионов евро, будет в качестве выплат ЕС считаться слишком большой суммой. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что деньги, которые ее страна заплатила в прошлом, должны учесть во время расчета компенсации за выход страны из Евросоюза. Напомним, в начале мая СМИ сообщили, что Брюссель под давлением Германии, Франции, Польши и ряда других европейских стран резко повысил финансовые требования к Великобритании за выход из состава ЕС. От Лондона потребовали заплатить около 100 миллиардов евро. До этого Евросоюз требовал от Британии 60 миллиардов евро. В ответ Дэвид Дэвис заявил, что Британия не собирается платить эту сумму. В Китае раскрыли агентурную сеть ЦРУ. Китайские силовики убили не менее 10 агентов. Еще приблизительно столько же посадили в тюрьму. Об этом сообщает американская газета The New York Times, ссылаясь на нескольких нынешних и бывших сотрудников правительства США. Это один из самых больших провалов ведомства за последние десятилетия, пишут журналисты. Эти события начались в 2010 году. Тогда сотрудники ЦРУ создали в Китае законспирированную сеть агентов, среди которых были в том числе и высокопоставленные чиновники. Сначала передавали в США важную информацию о работе правительства в Пекине, но после агенты стали сообщать все меньше информации, а потом на них началась настоящая охота. Китайское правительство явно дало понять, что не будет терпеть информаторов ЦРУ, когда неизвестные застрелили одного из американских агентов прямо на глазах у его коллег во внутреннем дворе правительственного здания. Потом начали пропадать другие агенты. Это продолжалось до 2013 года. Тогда китайские спецслужбы перестали убивать и арестовывать информаторов. Во время охоты на информаторов американцы начали собственное расследование. Его провели агенты ЦРУ и ФБР. Они проверили всех сотрудников посольства Соединенных Штатов в Пекине. Вскоре под подозрение попал экс-сотрудник ЦРУ. Однако спецслужбам не хватило доказательств для его задержания. Как китайским властям удалось рассекретить американскую агентурную сеть, неизвестно, сообщают журналисты. По одной из версий, спецслужбы Китая установили прослушивающие устройства в ресторане, в котором агенты ЦРУ встречались с информаторами. А некоторые официанты оказались китайскими контрразведчиками. Другими причинами провала мог стать крот, который проник в структуру агентов ЦРУ или взлом китайскими хакерами коммуникационной системы спецслужб. В самом ЦРУ отказываются от комментариев. Возле американского города Сан-Диего в Калифорнии вспыхнул сильный пожар. Огонь охватил площадь в более чем тысячу акров. Это 4 квадратных километра. Информации о погибших нет. Однако сообщается, что один полицейский получил серьезные ожоги. Из-за масштабного огня спасатели эвакуировали людей, проживающих в расположенных рядом с пожаром районах. Спасаться пришлось и туристам. Они как раз выбрались на выходные с палатками в кемпинг. И местных жителей, и приезжих сотрудники Красного Креста разместили в центре эвакуации, расположенном в школе. Кроме того, местным властям пришлось перекрыть важное региональное шоссе, которое ведет к югу страны. Свидетели рассказали, что дым от пожара видно за несколько километров. Для тушения пожара власти задействовали 6 пожарных машин, 4 команды спасателей, 1 вертолет, тактический самолет и несколько танкеров с водой. Еще 4 команды спасателей отправили им на подмогу власти Лос-Анджелеса. Причина пожара неизвестна. Также пожарные пока не берутся делать прогнозы. Они не знают, когда удастся погасить огонь. Работе спасателей мешает сухая жаркая погода и ветер, который все время раздувает пламя. Чешский авиастроительный стартап Primoco UAV разработал беспилотник, который может находиться в воздухе более 9 часов к ряду. Это самая большая продолжительность полета для гражданского беспилотного аппарата. Рекорд был установлен в мае. После старта из аэропорта «Водоходы» под Прагой машина Model 1 находилась в воздухе 9 часов и 1 минуту. По проекту этот показатель должен составлять 10 часов и более благодаря установленному на дроне двигателю, говорит глава компании-разработчика Владислав Семитковский. Мы установили классический двигатель внутреннего сгорания, а не электромоторы, которые используются на маленьких беспилотниках. Дальность полета составляет 1500 километров, скорость от 100 до 150 километров в час, полезная нагрузка до 50 килограммов, собственный вес 100. По словам конструкторов, дрон может функционировать при температурах от минус 30 до плюс 40 градусов Цельсия. Он полностью автономен во время взлета и посадки и работает в соответствии с заложенной в него программой с полетным заданием. Человек берет управление на себя только в экстренных ситуациях, говорит оператор Радек Сук. Когда сидишь в кабине настоящего самолета, сразу чувствуешь все его движения. Если управляешь моделью или беспилотником с помощью джойстика, все его реакции будут замедленными. Модел Ван на 80% состоит из деталей чешского производства. Аппарат предназначен для наблюдений за месторождениями нефти и лесными пожарами, а также для патрулирования границ. Компания уже построила 25 таких изделий из 100 запланированных. Она собирается экспортировать свою продукцию на Ближний Восток, в Африку, Китай, Австралию и Южную Америку. Дочернее предприятие «Примоко БПЛА» в апреле было создано в России. Десятиметровый горбатый кит заплыл в бухту в городе Вентура, расположенном примерно в 100 километрах к западу от Лос-Анджелеса. Животные, растерянно плавающие среди припаркованных яхт, заметили местные жители, которые вызвали специалистов. Прибывшие на место морские биологи сообщили, что кит, похоже, не ранен. Эксперты рассказали, что попытаются выманить его из бухты, используя подводные динамики. Они будут транслировать звуки, которые издают горбатые киты. Появление гигантского морского млекопитающего у побережья привлекло сотни местных жителей, которые начали делать фотографии с китом. Биологи были вынуждены попросить их разойтись, чтобы не вызывать стресс у животного. По словам специалистов, скорее всего, это молодая особь. Взрослые горбатые киты могут достигать 15 метров в длину. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте Нового Время. m-c.tv И на наших страницах в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова